я начну ну собственно позвольте представить доклад об оценке кодового расстояния я покажу собственно каким задачам это все сводится к смежным при помощи геометрии чисел так получилось что собственно как узнать когда вы работаете на индустрию вы практически всегда идеи подписывать и большинство вещей вы можете рассказывать но вот семнадцатом году на еврокрипте вышла работа которая показала общий подход к методу причем собственно показала независим поэтому часть подхода который был получен двенадцатом году но и собственно благополучно был передан хуавею собственно я так устроился он уже раскрыт поэтому собственно я могу и рассказать вот некоторых аспектах это вопрос а не вдавая там большое количество деталей собственно ну в рамках еврокрипта что было раскрыто собственно ну смотрите сама постановка задачи очень простая у нас есть некоторое линейное отображение которое задается ядром отображения матрицы ну мы такую матрицу называем проверочной в данном случае не имеет значения что это за матрица она у нас задается над некоторым простым полем либо расширением а простого поля хотят собственно не так важно в данном случае я буду просматривать только двоичный терминальный случай потому что там более сложные будут требовать такую немного другую механику и много элементов но опять же закрыта идеей у нас что нам нужно будет делать у нас имеется этот ядро линейного отображения нам нужно будет по всевозможным векторам которые принадлежат этому линейному отображению найти вектор минимального веса за исключением тривиального 0 вектор его смысл сказать ну нет никакого собственно вот пример задачки то есть у нас какая-то есть проверочная матрица вот которая задает некоторый код на графе сразу же скажу у нас сейчас данном случае код на графе не интересует нас интересует именно код вот и у нас есть пространство кодовых слов то есть мы всевозможные вектора понятно что у нас что мы можем сделать мы можем в лоб перебрать все возможные значения векторов когда у нас размерность кода небольшая когда небольшой это несложно ну то есть до 2 в 40 мы не проблематично все это дело перебирать но когда например у нас размерность становится 260 тысяч это становится крайне сложным мы перебрать 2 в степени 200 тысяч такая очень очень сложная задача вот собственно что мы будем искать это у нас что изображено мы перебрали все вектора которые принадлежат и друг да и получили собственно вектор веса 2 вот у нас c1 вектор его кодовое расстояние вот этот матрица h этого линейного отражения равно 2 нам кодовое расстояние интересно с точки зрения корректирующей способности кода мы его используем при просеивании кодов кандидатов то есть у нас есть какой-то пул кодов кандидатов и мы говорим что на границе отсечки соответствии там с некоторой оценкой вероятности ошибки но начинается вот на такой величине и мы в окрестностях этой величины ищем поэтому нам нужно чтобы например на пуле 100 кодов кандидатов мы могли с большой размерностью находить кодовое расстояние ну как я уже сказал это чрезвычайно сложная задача собственно вот для начала я введу просто базовое понятие геометрии чисел в данном случае но решеток геометрических решеток не путайте с ну со структурами под решеткой мы понимаем дискретную абелевую подгруппу в пространстве вещественных чисел что у нас получается у нас базис некоторые базис векторов на базисах у нас возможны все линейные комбинации соответственно у нас возникает бесконечное пространство но точек вот можно сделать ну можно вести следующее понятие важное для того чтобы постановка задач сделать соответствующий минимум решетки под соответствующий минимум решетки мы будем понимать радиус шара содержащего и кратчайших векторов решетки но у нас получается смотрите имеется некоторый базис в качестве инварианта базиса то есть то что у нас будет условием эквивалентности двух решеток будет объем фундаментального параллелепипеда вот то есть у нас он постоянный и соответственно мы считаем что эти решетки эквивалентны друг другу задача минимизация длин векторов формирующих вот это фундаментальный параллелепипед вот здесь пример такой задачки например у нас есть базис 1140 мы при помощи всевозможных некоторых линейных комбинаций получили длинный базис то есть плохой базе в данном случае и у нас задача что сделать нам нужно привести базис этой решетки то есть найти короткие или кратчайшие борис это решетки с чем мы будем работать мы будем работать соответствующим минимум решетки то есть например вот первый соответствующий минимум это радиус шара содержащий первый кратчайший вектор но там у нас один вот кажется что задача ну очень простая но с ростом размерности решетки она становится крайне вычислительные то сложной и как мы покажем позже она имеет непосредственно отношение к задачи оценки кодового расстояния ну это еще к многим задач вот ну соответственно мы можем породить какое-то множество задач на этом объекте на решетках базовыми которые сводится большинство этих задач является приближенная задача поиска кратчайшего вектора у нас здесь два параметра у нас так а есть у нас лазерная а есть указка да сейчас покажу тогда вот у нас есть гамма параметр гамма параметр это у нас апоксимейшит фактор то есть во сколько раз найденный нами вектор в данном случае превосходит кратчайший когда вот эта величина больше единицы но понятно что мы ищем какой-то короткий вектор в решетке когда равна единице мы нашли кратчайший вектор в решетке вот ну понятно задача надо можно над различными нормами но мы давайте евклидовую норм возьмем потому что от этого там меняется алгоритм и даже сложность алгоритмов вот и у нас есть нижние и верхние оценки собственно у нас верхняя оценка это у нас я насколько помню она эрли там доказано нижняя но нижняя она тривиальная там суть оценки следующем как бы мы не располагали вектора у нас всегда вектора на ортах будут короче чем между ними при одном и том же объеме эту и плитивно понятно в принципе можно посмотреть доказательство сергей николенко делая помнит доказательством в 11 12 году у него было проведено когда он по решеткам делал но интуитивно но понятно есть достаточно хорошее приближение константа эрмита а еще одна особенность посмотрите у нас когда гамма будет без индекса это точность решения точность решения задачи когда у нас грамма будет сын вас с индексом это константа эрмита не то чтобы этом они на самом деле завязаны они там пропорциональны я поэтому и так выбирал но иногда это просто сбивает с толку вот соответственно вторую задачу которую мы можем достаточно легко породить но собственно на решетках это уже приближенный поиск кратчайшего базиса здесь все сложнее у нас есть некоторые вот этот approximation фактор то есть нас на константа но у нас получается что это константа равна единице только в том случае когда базис ортогональный ну когда у нас все вектора соответственно является ортами такое бывает только с самодуальными решетками это очень такой редкий класс решеток но что важно по эквивалентном объеме ортогональные базисы будут нам давать подсказку на возможные величины кратчайших векторов потому что они не могут быть больше но они узнешь кстати у нас еще вот это указка работает снять так у нас получается что ограничены снизу они а произведением ортогональных векторов а сверху константы ирми то да и ортогональными векторами вот собственно этими оценками мы ортогональным пространством дополнением пространства мы будем пользоваться при решении задачи геометрии чисел на нам случае так что нам известно об алгоритмах решения задач то есть мы привели с вами две задачи поиск кратчайшего вектора что ты сверка проблем svp до с точностью гамма параметра и svp ну что ты с базис проблем с точностью соответствующей у нас есть семейство алгоритмов которые мы можем расположить по иерархии сложности по времени наиболее сложное это приведение по минковскому собственно после поведения по минковскому мы получаем кратчайший вектор условия требования в данном случае и получаем некоторое приближение к кратчайшему базису но с точностью до у нас константа эрмита нормализованная что в степени размерности решетки но пополам данном случае и и оказывается что в 1872 году коркин и золотарев для квадратичной формы показали некоторый вид приведения базиса который позволяет нам получить случае его релаксации иерархию методов начиная от полиномиального который в силу того что его ну нашли ранее чем нашли работы коркина золотарева называется ленстр ленстр лова сам да собственно коркина золотарева я пишу там идею метода чем они характеризуются они опять же характеризуются у нас константы точности решения задачи поиска кратчайшего вектора и кратчайшего базиса у нас получается то есть для них есть оценки то есть варьируя вот эту вот величину бета мы можем получить сколь угодно точное решение за счет увеличения сложности алгоритма временной получается вот ну ленстр ленстр лова с но достаточно известный алгоритм то есть ленстр ленстр лова с это блочный метод коркина золотарева с размером блока 2 если у нас дельта там у них есть такой параметр равен единицы единственное что в таком случае он не всегда полиномиален он иногда особо экспоненциальным становится из-за перестановок вот но это я просто показал что вот у нас имеется с точки зрения решения задач но и мы видим что задача достаточно сложная потому что вот лучший общий алгоритм это факториал от размерности если у нас будет ну даже пусть даже не 160 тысяч а пусть даже 1200 это крайне сложно решать вот а нам нужно решать таких но не один код кандидат на про тысячу вот теперь давайте просто какие задачи можно ну так же решаются методом геометрии чисел но вот для нас наиболее важной задачей это вот оценка кодов расстояние при построении кодов у нас еще некоторые задачи которые требуют асимметричной передачи информации что значит асимметричной сложности то есть чтобы например на передатчики была низкая сложность обработки информации а на приемнике очень высокая ну например deep space например если вы почти на границах солнечной системы работаете вам выгоднее малым энергетическим упорством передать и крутить кодовое слово декодировать на про 90 минут одно кодовое слово сообщение почему потому что энергия в космосе это очень дорогая вещь а на земле мы это можем гораздо легче делать то же самое имеет место например когда у нас есть телефон и базовая станция у телефона слабая батарея мы не можем сильно алгоритма запускать а на базовой станции она как ты что подключена то есть нам выгодно асимметрию сделать там применяется собственно методы геометрии чисел единственное что там решетки на комплексными числами но это несложно это просто обобщение там соответствующие алгоритмы переводятся вот еще одна важная задача ну вот вы наверно встречались когда вай фай встречали вай фай модуль или телефон они сейчас используют называемой области испорт несколько контейн в чем ключевая проблема при передаче lacked came от обем式 антен intest to Anthony у вас антенны не разнесены например если у вас телефон маленький вы не можете их разнести на метр но никак даже базовой станции мы можетロзатись на метShock а у вас есть желание в некотором случае когда хорошее канал когда хорошее состояние канала передавать больше информации и вы пытаетесь передавать независимо двумя антеннами информацию но поскольку они находятся рядом возникает enters when с То есть у вас возникает наложение одного сигнала на другое. Оказывается, что наложение одного сигнала на другое – это решетки. И приведение базиса этих решеток разносит сигнал. И есть два способа решения этой задачи. Поиск кратчайшего вектора. Вот мы нашли какой-то кратчайший вектор, вставили его в базис и делаем гауссин эллиминейшн. Это так называемое последовательное подавление помех. То есть мы нашли лучшую оценку, от нее начинаем все остальные подавлять. Ну, гауссин эллиминейшн. Почему это несложно? Почему делать? У вас размерность матрицы равна числу антенн. То есть получается у вас, например, 16 антенн, 16 на 16 – единственное, что там комплексные числа. То есть, ну, в общем, я остановлюсь. Большое множество задач в кодировании может описываться задачами на решетках. И решение задач на решетках примудит к эффекту в каждой из этих задач. То есть это какой-то такой универсальный фреймворк, получается, в каком-то смысле, который имеет, несмотря на вот такое достаточно простое описание, богатство, свойств. Ну, если зафиксировать задачку некоторую. Другая задача, мы ее будем использовать. Это, например, мы можем решать задачи о сумме подможеств. Ну, задача рюкзаки или ранцы. Ну, это типовая задача. Но, оказывается, ее обобщение нас потом приведет к оценке кодового расстояния. Кроме этого, она нужна, например, в логистике, когда нам нужно какое-то большое число предметов. Ну, собственно, перемещать. И оказывается, что, например, задача геометрии чисел, в случае, если их применить в бизнес-пакетах, позволяет увеличить размерность, там, по-моему, 17 было предметов. Ну, просто там кое-что нас просили сделать. Может до 30 и даже до 50 предметов в некоторых случаях увеличить. А это, ну, более плотная упаковка, это логистика. Утешевляет логистику товаров в данном случае. Ну, Копперсмита алгоритм, то есть поиск корней многочленов, разложение многочленов, факторизация многочленов, для того, чтобы осуществлять атаку на эти самые асимметричные криптографии, на факторизации. То есть тоже очень важные алгоритмы. Ну, это вообще в широком классе, то есть все диафантовы приближения. Это вот как раз все задачи, по сути, к этим сводимы. Ну, и ТРИСАД. Вот ТРИСАД, это, я думаю, одно и тоже интересное вам будет случай. Это вот ШНОР совсем недавно показал, что можно построить базис, решение которого сводимо к поиску кратчайшего базиса в решетке. То есть таким образом, ну, там, правда, на свойства оценивать, там надо посмотреть, как будет работать алгоритм, но теоретически можно САД алгоритма ТРИСАД тоже решать этим же фреймворком. Причем использовать те же самые алгоритмы. То есть такой это общий подход к решению задач диафантовых, уравнений получается, системы диафантовых уравнений. Ну и шифрование. Ну это понятно. Это постквантовая система шифрования, learning with error задачки и тому подобное. Пользующиеся тем, что у нас очень сложно различить точку в решетке, если у нас гауссов шум нанести. А если ты знаешь, где находятся вот эти точки решетки, то есть если ты имеешь короткий базис, ты можешь однонаправленную функцию, ну, собственно, легко посчитать. Но это у нас не рассматривать, в данном случае я просто описываю, какие задачки у нас решаются. Вот для того, чтобы объяснить, как мы оцениваем кодовое расстояние, я вам просто приведу исторический, ну, такой самый простой пример, как свели первую задачу на основе методов геометрии чисел. При решении задачи при помощи методов геометрии чисел вам нужно каким-то образом вашу задачу свести к базису решетки. И к решению на этом базисе решетки задачи поиска кратчайшего вектора либо кратчайшего базиса. Ну вот это типовая у нас задачка. Получается, у нас есть, ну, например, там, ой, извиняюсь, так, n предметов, так, ладно, сейчас я лучше руками буду делать. У нас есть n предметов, например, они, собственно, представляют из себя, например, объем, который они занимают в рюкзаке, и у нас есть, собственно, объем рюкзака. И нам нужно такой набор построить этих предметов, в данном случае 0,1, то есть такой вектор сделать, который соберет эти предметы в рюкзаке, собственно. Ну и там можно какую-то систему ограничений на это решение сделать. Впервые сведение этой задачи о рюкзаке к задаче на основе геометрии чисел было предложено Лагарисом и Адлуцком. Это, получается, 1985 год. Он что предложил? Он сказал, хорошо, давайте мы систему весов предметов запишем, соответственно, к ней припишем единичную матрицу, для того, чтобы у нас получился линейный независимый базис. И возьмем наш вес. И гипотеза была следующая. Смотрите, вот у нас есть веса предметов. Во-первых, понятно, что это базис до решетки, он линейный независим у нас. И тогда вопрос следующий. А что, если у нас вот это вот S обратится в ноль в результате линейных комбинаций вот этих вот предметов? То оказывается, если мы среди ответов будем искать некоторый короткий базис, то у нас он будет давать 0,1 решение. Единственное, что у нас надо будет много таких решений просеять. И ключевым условием, в случае, если у нас вот у этой исходной задачи есть решение, будет, что вот эта вот координата, n плюс 1, которая S у нас творит, будет равно 0. То есть что осуществляли они? Они делали при помощи Ленстера и Ленстера Ловоса либо других методов приведения Байса решетки и искали всевозможные решения, у которых n плюс 1 координата равна 0. В результате 0,1 вектора, которые получались, являлись решением обязательной задачи. Спустя два года Канан Равитхан показал, что широкий класс задач таких можно обобщить к такому решению. То есть можно приписывать эту единичную матрицу. Правда, он немножко иначе подошел. Он показал, что это, по сути, приведение к нормальной форме решетки. И показал, что тогда у нас существует решение этой задачи. То есть еще раз, у нас был случай одномерный. В данном случае нам надо было замолить только одну координатную компоненту, которая весу соответствует. И он показал, что, вообще-то говоря, можно делать то же самое с многомерным случаем. То есть можно взять, например, k измерений, как в нашей задаче, и потребовать, чтобы у нас k измерений, в случае, если они будут равны, например, по вычету какой-то величины, ну вот в данном случае я построил q единичное. Что это такое? Это у нас получается, что мы вот эту матрицу G, G-матрицу, то есть эту матрицу кода, пытаемся приводить по вычету размерности простого поля вот этого алфавита, над которым задана вот эта матрица G. И будем с вами что пытаться сделать? Будем пытаться занулить сразу же n координат. То есть получается, мы с вами решаем вот эту вот задачу о рюкзаке на случае большего числа измерений. И оказалось, что такое решение соответствует поиску кратчайшего вектора, ой, извините, поиску кодового расстояния в коде. Ну, в простейшем случае, когда у нас код систематический, я в данном случае не буду объяснять, когда у нас код представляет из себя единичную матрицу, ну и некоторый набор векторов. В более сложном случае вам нужно еще отскалировать, вам нужно... Вот, ладно, сейчас так я покажу. Смотрите, мы с вами что делаем? Мы с вами отображаем FQ, FNQ, получается, в некоторый ZN над целыми числами. Извините, RN. И у нас оказывается, что для отображения нам нужно, чтобы в результате приведения базиса N векторов, которые у нас формируют избыточность этого кода, занулились. И то есть в таком случае мы получаем, что решение задачи поиска кратчайшего базиса приводит нас к решению задачи поиска кодовых слов в решетке. Я сейчас покажу это на примере, это будет проще. Так, в данном случае это просто у нас несистематический случай. В несистематическом случае нам просто нужно область увеличить в N раз. Сейчас я покажу на примере, и это будет проще. Вот смотрите, у нас есть тернарный код Галея, вот, на GF3 заданной. Он из себя представляет... Это циклический код. Что значит циклический код? Вот этот код построен циклическим сдвигом первой строки. Первую строчку сдвигаем циклически, вправо получаем все возможные кодовые слова такого кода. Давайте попытаемся, собственно, оценить кодовое расстояние. Ну, что мы сделаем? Мы с вами сформируем из вот этого базиса, собственно, базис решетки. Поскольку в данном случае мы используем с вами не систематический код, мы будем использовать еще скалирующую константу N. Если мы успеем, я покажу, что ICIN представляет. N на самом деле это увеличение мощности, это увеличение области базиса нашей решетки, то есть увеличение области, которую мы просматриваем. И мы с вами получим вот такой вот базис, собственно. Вот у нас по формуле. N равно у нас 6. Тут у нас получается, смотрите, мы получаем вот этот левый угол, соответственно, это у нас единичная матрица, а это наш с вами искомый вычет, по которому мы будем с вами искать кодовые слова. Мы с вами что можем сделать? Мы можем с вами начать искать кратчайший вектор вот в таком вот базисе. В результате у нас получается следующее. У нас n размерности обращается в ноль. То есть так же, как в задаче в экзаке, только у нас не одна, а n размерности обращается в ноль. И, по сути, вот эта вот часть у нас никак не влияет на решение. У нас получается, что в случае, если мы обращаем в ноль вот эту вот часть матрицы, нам удалось вложить Fnq в Rn. Это необходимые условия. И нам тогда необходимо только рассматривать, собственно, вот эту матрицу, квадратную матрицу. И убедиться, что вектора, которые получены здесь, это кодовые слова, на самом деле. 0,1 кодовые слова. Являются словами минимального веса. Как в этом убедиться? Ну, собственно, перебирать все возможные линейные комбинации. Ну, то есть так. Я так понял, что все-таки переход непонятен был, что мы делаем. Просто отключились. Ну, идея такая. Смотрите, у нас что? Наша задача простое поле – отобразить вещественные числа. Для отображения простого поля вещественные числа нам необходимо достаточный размер базиса взять. То есть нам нужно какой-то большой участок решетки. Потому что решетка же – это линейная комбинация соответствующих кодовых слов. И нам нужно что? Чтобы в результате приведения базиса, то есть поиска коротких кторок в этом базисе, у нас занулились n координатных компонентов. Как только мы их занулили, мы говорим, что вот этот базис содержит слова малого веса. И нам тогда нужно просто убедиться, что эти слова малого веса являются словами, ну, какой-то из них минимального веса. Полным перебором. Ну, или там умным перебором каким-то. То есть я пока просто иллюстрирую саму идею, а потом начну алгоритмами работать. Пока понятно, нет отображения. Суть отображения. Ладно, хорошо. Ну, в общем, ладно, скажу так. Это обобщение идеи рюкзаке. Обобщение идеи рюкзаке, предложенное Равитханом. Можно вопрос про рюкзаку. Там у вас сумма до и хаитов равно иксу. Сейчас. Вот где было вот, да, строгое равенство, у него вот это икс и т на и т сумма равно иксу. Да, строгое, строгое. Да, здесь только строгое. Здесь только строгое. Да, что я паузу, пункт у нас, значит, рюкзаке, она... Может быть и меньше, да. Вы совершенно правы. Если меньше, то, по идее, мы там перебираем. Да, то нам надо перебирать. Да, абсолютно правы. Для довеса и решать для каждого фиксированного. А я покажу, как перебирать сейчас. Это будет следующий шаг. То есть вот вы нашли какое-то решение, вы можете от него потом стартовать и вниз. Я покажу сейчас это. Вот. То есть понятно, что это. Но в общем случае, вот когда мы ищем кодовое расстояние, мы ищем, да, веса круга, вот верхней оценки, а потом вниз начинаем выпускать. А потом мы убеждаемся, что ниже уже не получается. Ну, меньше какой-то величины. То есть в любом случае нам нужно много таких задачек. Не одну. Ну, а одна нам нужна, чтобы получить первое какое-то решение. То есть убедиться, что оно вообще есть, грубо говоря. Дело в том, что на самом деле вот здесь вот, вот у этих координатных компонентов, здесь тоже нужно масштабирование на n делать. Потому что у вас, ну, у вас, если слабый метод приведения, у вас не будет находиться вот эти вот... Вы не сможете ас занулить просто. И вы не будете понимать, почему. То ли это рюкзачная задача решения не имеет, то ли у вас слабый метод. Вот. То есть поэтому там что делают? Там делают хорошую верхнюю оценку, используют верхнюю оценку, при помощи нее делают решение, а потом пускают вниз. Пускают, пускают. Еще раз. У нас вот здесь необходимым условием решения этой задачи, что у нас в результате приведения вот этого базиса решетки найдется базис, в котором вот эта ss-координатная компонента обратится в ноль. Если она не обращается, значит, либо нет решения у экзачной задачи, либо у нас слабый метод приведения. А убедиться, слабый он или нет, мы не можем пока, ну, экспоненту, ну, не запустим какой-то более сильный алгоритм. А более сильный в чем проблема? Он вероятности. Ну, я покажу, собственно, идею, всю методу. То есть у нас в чем беда? Мы, когда мы не знаем по поводу решения, все, что мы можем взять достаточно большую оценку и опускать ее вниз, такой-то величиной. Например, когда мы работаем с кодами, нам очень часто не нужно найти точную оценку. Нам нужно, чтобы коды, которые мы смотрели, они сильно не были плохими. То есть чтобы эта оценка быстро не падала. Ну, за какой-то разумный период времени. То есть у нас как бы другая целевая функция. Но понятно, что когда мы какой-то, например, для стандарта делаем код, мы просто берем эти 2000 ядер, параллелим все это дело, и запускаем просто в параллели, пытаемся найти наиболее плотную оценку за интервал времени. Например, две недели до проползла стандарт. И все, и мы получаем какую-то такую хорошую величину. Так. Ну, собственно, еще раз, я тут идею метода показал. Я вообще пока про алгоритмы, как видите, ничего не говорил. Собственно, я уже говорил, что у нас к ключевым... Ключевой идеей, которую мы будем эксплуатировать, когда будем искать кратчайший вектор и кратчайший базис, будет ортогонализация. Потому что у нас верхние и нижние оценки так или иначе как-то завязаны на ортогонализации. Ну, в кратчайшем базисе всегда завязаны от константа Эрмита и от произведения ортогональных векторов. Поэтому, собственно, канонически мы с вами что будем делать? Мы с вами будем, используя те или иные методы короразложения, ну, в частности, Граммошмидта, потому что его легче всего анализировать, осуществлять ортогонализацию базиса вот этой вот решетки нашей. Ну, Граммошмидта, я думаю, не надо объяснять. Мы берем какой-то из векторов базиса, начинаем проекцию на этот вектор, ну и получаем, соответственно, всевозможные ортогональные вектора базиса. Вот. Но в чем у нас беда? Если мы будем с вами ортогонализировать базис решетки, а мы не уверены, что мы в правильном порядке начали ортогонализацию с вами делать, может оказаться, что вот какая у нас задача при проведении базиса? Нам нужно, чтобы первый вектор по порядку был самый короткий, все остальные были по мере увеличения. Тогда у нас, смотрите, возникает идея, мы же можем с вами работать не в пространстве векторов, а в двойственном к нему, в ортогональном пространстве. Вы меня сразу спросите, на каком основании мы будем в двойственном пространстве работать? А у нас оказывается, что объемы фундаментального параллелепипеда ортогонализованных векторов те же самые же, у нас объем не меняется при ортогонализации. Тогда у нас возникает какая идея? А давайте мы будем работать и в пространстве, и в двойственном к нему. Но это очень часто помогает, когда у нас, ну как сказать, двойственная задача проще, чем исходная задача. В некоторых случаях, когда у нас там пространства равны, это ничего не дает. У нас редко такое будет возникать. Ну, собственно, общая идея метода, ну, понятно, что мы будем с вами делать ортогонализацию стандартную, грамма Шмидта. Еще раз, она только для атлетического анализа применяется. На практике мы, конечно, используем креоразложение. Например, преобразование хаусхолдера или вращение гивенса. Оно гораздо быстрее работает и параллелится. Но весь анализ на грамме Шмидте делается, и делаются просто некоторые оценки устойчивости вот тех методов, которые поменяются, и все. Что они не хуже по устойчивости там, чем некоторые грамма Шмидт. Ну, собственно, в чем идея была метода Ленстра-Ленстра-Ловаса? Смотрите, что мы делали? Я уже упомянул, мы осуществляем ортогонализацию базиса решетки. И после ортогонализации мы с вами будем получать базис векторов, которые первая координатная компонента у нас будет иметь только норму. Так, ладно, давайте-ка я сейчас, наверное, чуть-чуть перескакну. Вот такой вид у нас будет иметь ортогонализованный базис решетки. У нас после ортогонализации остается только с вами норма, собственно, вектора. Затем у нас мы, когда делаем с вами проекцию, у нас появляется прямая, да? Затем фундаментальный потоп, плоскость, параллепипед, ну и так далее, с ростом размерности. И у нас ключевой вопрос же какой возникает? Нам нужно каким-то образом узнать порядок векторов базисных. То есть в том порядке, в каком с точки зрения проекции они должны находиться с точки зрения увеличения нормы. Как в этом базисе, так и в двойственном к нему. И, собственно, что сделал Ленстро Ленстро Ловос? Они взяли алгоритм Гаусса, который, собственно, занимался приведением длины. Это было просто первое решение приведения базиса для случая размерности двойки. То есть они говорили, если проекция одного вектора на другой у нас получается больше, то у нас отнимали один вектор от другого, если меньше, то наоборот. То есть для пары векторов все очень просто. Ленстро Ленстро Ловос предложил следующее. Пусть у нас есть большой размерности матрица, а давайте делать то же самое, что делал Гаусс в размерности 2 на 2. То есть у нас, например, базис 100, а мы будем делать, по сути, приведение по Гауссу в окне, в таком скользящем окне 2 на 2. При этом, смотрите, у нас получается, что алгоритм при, вот если у нас вот эта вот сигма, величина равна единице, он субэкспонента, если меньше, то он полиномиальный. Но они, собственно, это доказали. А качество приведения, ну, собственно, вы видите, неплохое. То есть оно, отклонение от кратчайшего вектора экспоненциально. То есть это был первый полиномиальный алгоритм, который вам давал какой-то, ну, такой экспоненциальная точность поиска кратчайшего вектора. То есть мы с вами что делали? Мы с вами приводили базис, затем, рассматривая пары, сокращали базис. То есть вот в двойственном пространстве мы вычитали норму базиса вектора одного от другого. Но у нас была проблема, смотрите. У нас дело в том, что когда мы работаем в двойственном базисе... Давайте пусть у нас вот эта вот будет единица равна сигма всегда, чтобы нам было проще рассмотреть вот это вот неравенство. Оно ключевое. Дело в том, что вот когда мы выполнили в ортонаризованном базисе сокращение норм векторов, вот, это не значит, что у нас в двойственном ему базисе действительно вектора являются кратчайшими. Ну, мы не убедились в этом. Тогда они предложили сделать следующее. Вот давайте мы возьмем ортогональный базис и будем требовать, чтобы у нас ортогональный, ортонаризованный базис по порядку убывали, ну, с некоторой величиной, которая задается у нас сигмой и, собственно, вот этой вот проекцией векторов. А базис исходный, ну, нарастал, получается. Вот эта вот сигма у нас будет угол вот этого убывания в двойственной задаче определять и в, ну, исходной задаче. Я вам сейчас покажу это чуть позже, чуть лучше. У нас что будет получаться с вами? У нас будет получаться, что мы тогда можем в истинном базисе гарантировать, что отношение вектора вот этого и плюс первого, следующего вектора, к предыдущему вектору будет соответствующей оценкой ограничено. То есть мы можем некоторую монотонность спада двойственной задачей гарантировать и исходной задачей. Я сейчас покажу, как это работает. А что Коркин-Золотарев предлагал? Они предлагали следующее. Давайте возьмем базис решетки и будем не двухмерные смотреть под решетку, а большую размерность. Три измерения, четыре, пять, вплоть до, ну, до всей полного базиса. Но тут у нас получается, смотрите, мы делаем ту же самую ортоноголизацию при поиске кратчайшего вектора. У нас возникает вот это более сильное требование. Суть требования, смотрите, у нас в ортоноголизованной базисе норма и того вектора должна быть больше, чем норма кратчайшего вектора в под решетке, образованной этим блоком. Сейчас я покажу, что мы делаем. То есть, смотрите, у нас, представьте, что у нас в отличие от Ленстро-Ленстро-Лолоса мы не два на два вот эти вот подматрицами работаем, вычитая их, вычитая вектора друг от друга, либо меняя местами их и заново запуская ортоноголизацию, и заново начиная весь процесс. А будем работать с кубиками три на три, ну, извиняюсь, с кубиками, с подматрицами три на три, ну, или четыре на четыре размеры, задается размером блока. То мы начинаем с вами требовать, чтобы вот этот вот первый вектор всегда был кратчайшим вот в этой под решетке. То есть это вот то, о чем вы говорили. Пусть у нас есть некоторое решение рюкзачной задачи при S, да, у нас возникает вопрос, будет ли он, например, при S минус один, при S минус два, при S минус три. Предположим, что мы возьмем с вами и будем перебирать, сейчас покажу, где тут у нас, мы возьмем с вами блок векторов, вот этих вот, и будем вот в этом блоке векторов требовать, чтобы первый вектор всегда был кратчайший. То есть вот это решение задачи всегда, норма кратчайшего вектора всегда была наименьшая в этой под решетке. Но у нас это потребует экспоненциальное число шагов. Ну, у нас надо будет в худшем случае два в степени B перестановок, перезапусков алгоритма делать. Но это позволяет нам все равно это сделать проще, чем если бы B равно всему базису M. Понимаете, да? И кроме этого, если у нас вот здесь есть некоторые автоморфизмы, то есть если мы знаем свойства отображения матрицы на себя, мы можем таким образом вот эти кусочки собрать, что сделать в автоморфизм раз быстрее. То есть мы можем какие-то внутренние свойства задачи. Использовать. Так, чувствую, что я уже ушел. Ну ладно, еще раз. В чем отличие Ленстро-Ленстро-Ловаса от блочного метода Коркина-Золотарева? Ленстро-Ленстро-Ловас требует, чтобы в блоке 2 на 2 под матрицей у нас на первом месте находился кратчайший вектор, истинно кратчайший, пробегая по всей матрице. Если это не так, то он меняет местами вот эти вот, собственно, столбцы и начинает весь алгоритм заново. Но поскольку в алгоритме здесь не совсем строгое условие, а можно варьировать, ну вот этим требованием, то у нас, варьируя этим требованием, получается полиномиальный алгоритм получить. Ну и качество приведения. Сейчас я это покажу с точки зрения двуистного базиса, станет все понятно. Вот смотрите, это у нас, собственно, решетка, это у нас нормы и того вектора, это стомерная решетка, получается, у нас. Это как себя ведет при различных методах приведения, в данном случае, в случае приведения по Ленстро-Ленстро-Ловасу и блочным методом Коркина-Золотарева. У нас качество алгоритма обычно оценивается тем, насколько у нас вот этот угол меняется. То есть мы требуем, чтобы у нас как можно более пологая была норма ортогональных векторов и примерно под таким же углом, ну двойственный к ним базис сам по себе. И качество приведения будет варьироваться вот сужением вот этой вот вариации нормы вот этой. Ну и ясно видно, что у нас с ростом размера блока для, например, решетки стомерной, случайной, блоки методом Коркина-Золотарева гораздо лучше, неже чем Ленстро-Ленстро-Ловаса. То есть у нас здесь разбег гораздо, для Ленстро-Ленстро-Ловаса гораздо выше. С вами. Тут как раз вот у нас на шаге Коркина-Золотарева я упомянул, что нам нужно в подрешетке, чтобы первый вектор был кратчайшим. Я же не сказал, как мы это будем делать, как мы будем искать этот кратчайший вектор, или как будем убеждаться, что у нас действительно вектор кратчайшим. А делать мы будем это при помощи алгоритма Канона. Собственно, суть алгоритма очень простая. Смотрите, у нас есть базис решетки. Мы можем с вами задать некоторую оценку, например, на длину вектора. Или, например, мы можем уже ее иметь, например, когда мы решили с вами решить рюкзачную задачу с S. Мы можем взять и подставить вот сюда S, получить S квадрат. И нам нужно убедиться, есть ли решение с нормой меньше. Как это сделать? Мы просто берем с вами базис решетки, но не исходные решетки, а ортогональные. Почему? Потому что для ортогональных решеток число точек пересечения сферы радиуса S и параллепипеда, образованного базисом ортоголизованным, гораздо меньше. Чем меньше объем, тем вам меньше объем перебора нужно делать. То есть вы пользуетесь двойственностью задачей. И, собственно, что вы будете делать? Вы будете перебирать все возможные комбинации векторов в ортогонализованном базисе. Например, начиная с некоторой размерности. То есть, например, у вас есть M-мерная решетка, у вас есть некоторая начальная оценка A. И, смотрите, вы можете посмотреть все возможные координатные компоненты для размерности M. Причем их оценить очень легко. Это округление вверх, ну, минус A, наша норма исходная, на норму ортогонального вектора. И получается, что у вас дерево, причем силу симметрии этого дерева, он только вот от корня надо будет только половину смотреть. Ну, у вас норма симметричная получается. И у нас получается, например, 0, 1, 2, 3 и так далее. Координатные компоненты до минус A на B, вот этот вот, на ортогональный вектор. И мы получаем вот такое дерево перебора. Ну, понятно, что у нас дерево перебора экспоненциальное, да? Оно будет очень сильно зависеть от начального вот этого A, да? Вот. Можно даже оценить, какое число веток в этом дереве будет получаться. Как? Можно сказать, что пусть у нас практически соответствует шару, вот эта структура. И какое число будет веток, если будет шар практически целиком заполнен. Это так называемая гауссовая листика получается. То есть мы можем сделать некоторую оценку на число веток. Но на самом деле, смотрите, если у нас размерность блока 60, 60 измерений очень тяжело дерево. просматривать. У нас возникает следующая идея. А нельзя ли взять и рассматривать не пересечение фундаментального параллелепипеда и сферы, ну, точки пересечения, а, может быть, взять наиболее вероятные точки, подможество точек, которые наиболее вероятно будут давать нам короткие вектора. Ну, или кратчайшие вектора. Так, ну, я рисунок не рисовал. И, собственно, было сделано дополнение к задаче поиска кратчайшего вектора. Суть, которая заключалась в чем? Например, предположим, что у нас вектора, которые нам дают кратчайшие, распределены по некоторому закону. И мы можем что с вами? На каждом из уровней перебора, вот этого, видите, у нас вот здесь имеются уровни перебора, будем с вами уменьшать. То есть будем смотреть не сферу, а, например, схлапывающуюся сферу с некоторым константным фактором. То есть мы будем говорить следующее. Вклад первых координатных компонент, поскольку ортогонизованный базис максимальный для какого-то первых n координатных компонент, гораздо больше, чем все остальные. Ну, соответственно, мы что можем с вами сделать? Можем взять норму, честно просматривать какие-то, например, n координат, а остальные отбрасывать. Ну, вы сразу же скажете, собственно, а мы потеряем точное решение? Ну, да, потеряем точное решение. Но мы можем с вами оценить вероятность получения исходного решения в случае, если мы будем с вами делать всевозможные случайные перестановки базиса. То есть, смотрите, вот за счет отбрасывания координатных компонент дальше по дереву мы можем с какой-то вероятностью найти кратчайший вектор. За счет этого мы экономим время. У нас возникает следующая идея. Взять и запустить несколько вариантов этого алгоритма с случайными перестановками этого базиса. В надежде, что вот эта новая перестановка, в надежде, что среди новых перестановок будут хорошие перестановки, которые дадут нам решение. А поскольку у нас уменьшение пространства перебора гораздо выше, и второе, мы решаем проблему, вот если параллелить алгоритм с деревом, у нас возникает проблема обмена норм предсечений веток. А на новых задачах не будет никакой проблемы. Это будут независимые задачки. И оказывается, что нам выгоднее запустить множество задачек, сокращенные перебором, нежели чем одну задачу. Ну, собственно, вот наилучший алгоритм из тех, которые были раскрыты, это были алгоритмы, которые в Еврокрипт были предложены. Собственно, это была идея какая? Что мы вместо сфер тела пересечения цилиндров будем брать. И для него, собственно, была оценка вероятности. Ну, это вот известный очень, собственно, рисунок. Они что показали? Они сказали, смотрите, возьмем 90-мерную решетку. В случае, если мы будем приводить базис этой решетки, нам потребуется 8700 лет. А нельзя ли, собственно, при помощи умного отсечения уменьшить время перебора? И оказывается, если у нас нужна вероятность чуть больше, чем 1,2, нам нужно больше двух дней. Ну и у вас возникает какое искушение? Если у вас мощная машина, вы можете в параллель запустить кучу инстансов и сколь угодно, до определенной величины, приблизиться к единице. Таким образом можно осуществить перебор, ну, например, в 2, в 90. Это достаточно сложная задача, в 2, в 90. Вот. А следующая идея, она заключается в чем? Смотрите, вот у нас здесь был такой прибор, который основывался на уменьшении, по сути, радиуса сферы, да? У нас всегда была сфера. Оказывается, что сфера не всегда хороша с точки зрения вероятности. И возникла идея следующая. Нельзя ли найти какие-нибудь такие более сложные фигуры, или, например, случайно выбирать из некоторых областей, которые позволили бы нам с большей вероятностью получить кратчайший вектор? И, собственно, вот Шнор предложил следующую идею. Мы что будем с вами делать? Мы будем брать линейные комбинации на некоторых отрезках, отбрасывать какое-то число измерений, вот так же, как вот с оценкой сферы, осуществлять вставку в базис, приведение этого базиса, и смотреть, получаем мы кратчайший вектор или нет. Просто для такой постановки вопроса удается посчитать моменты, статистические моменты. И тогда у нас вся задача ускорения поиска кратчайшего вектора заключается в получении, оптимизации моментов статистических среднего и дисперсии, соответственно, по областям, по этому отрезку. Ну и, собственно, я сейчас просто покажу, что в результате получилось. Это был 2013 год, я просто вам докладываю результат 2013 года. Тогда удалось установить мировой рекорд в области геометрии чисел, удалось привести базис решетки с 5-процентным отклонением от верхней оценки для 478 измерений. Ну, перебирать 478 измерений – это очень сложно. Причем это делалось даже невероятностно, это делалось точно, точный вариант. 2 в 478, ну, достаточно сложно это делать. Но там просто оказались некоторые автоморфизмы у этой структуры, и они очень помогли при приведении. Но это 2013 года вариант, сейчас нам, собственно, удается делать 32 тысячи и вероятностный, точный, для 32 тысяч за счет автоморфизмов идеи, и вот сейчас мы работаем над вероятностными методами для 160 тысяч. Сразу же, ну, возникает идея, ну, это там, это оптимизация недвоечных кодов, вот, а возникает идея вообще, собственно, ничему это ли не противоречит, ну, то, что мы утверждаем, потому что, смотрите, у нас известно, что оценка кодового расстояния является NP-сложной. Более того, она даже в вероятностном смысле с константным фактором не может быть решена, если RP не равно NP. Ну, random polynomial time не равно нанодетерминистика. То есть получается, что это как бы сложно. Но оказывается, что вот в большинстве задач, которые мы с вами решаем, ну, во всяком случае, вот в кодировании, у нас интересуют не самые лучшие задачи, а нас интересуют задачи, которые можно с приемлемой сложностью осуществить на практике. А это, оказывается, очень узкий класс кодов. Ну, например, вот у нас применяются коды квастициклические, с автоморфизмами, с структурой автоморфизма. Для чего? Их можно с двигательными регистрами работать. Вот помните код Галлея, который у нас с циклическим получался? То есть у нас мы брали, так, сейчас я покажу, строчку некоторую, да, и циклически сдвигали эту строчку. Вот, так, сейчас. У нас какой-нибудь там А1, А2, А3, А4, А5, ну и так далее. И циклический сдвиг этой строчки. Дело в том, что мы вынуждены в железе использовать, ну, подобные циклические, или кватициклические коды. Что кватициклические коды? Вот циклический код получает циклическими сдвигами, а у нас матрица стоит из блоков, таких вот циклических. Вот. В чем особенность таких кодов? У нас дело в том, что на самом деле здесь тоже же автоморфизма присутствует. То есть на самом деле мы можем работать не с самой задачей, а с хлопнутой задачей в автоморфизм раз. Ну почему? Потому что, смотрите, у нас приведение вот этого вот вектора дает нам приведение всех остальных. Ну, в циклическом случае еще интереснее. Здесь можно быстрое преобразование 4E сделать, да, для того, чтобы с этим работать. Ну, там свертка же. Мы сверткой можем все это дело считать. И просто я к чему веду? К тому, что у нас на самом деле задачки вот эти схлопываются с точностью домоавтоморфизма. И поэтому... То есть мы решаем какой-то частный случай, полная задача, и именно она нужна на практике? Да, 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 да. То есть это ваше общее наблюдение? Это вот в тех случаях, когда нам нужно, чтобы коды были еще с точки зрения графов хорошие. Еще раз. Это... Нет, общее наблюдение я сейчас могу показать. Меня это спрашивали. Сейчас покажу. Общее наблюдение сложнее, конечно. Смотрите, в общем случае, на самом деле, если у нас объект полон автоморфизмами, то он же может дать и очень плохую структуру для проведения. Почему? Вот помните, я когда говорил о проведении базиса решетки, мы говорили, мы же в ортогональных решетках работаем, чтобы уменьшить пространство перебора. Ну, кодовых слов. А тебе представьте, что у нас вот наиплотнейшая упаковка. Код настолько хорош, у кода бешеный автоморфизм. Почему? Смотрите, какая структура вращения. Как бы мы его не вращали, ну, мы получаем ту же самую структуру. Бешеный автоморфизм. Да, бешеные порядки автоморфизма получается. Но нам это ничего не даст. Почему? Потому что все точки, они у вас на сфере будут находиться. Если вы ее ортогонализуете, у вас нет никакого выигрыша от ортогонализации. То есть я просто что хочу сказать? Что на самом деле нас интересуют не самые лучшие коды. Нас интересуют лучшие среди худших. Там терема была такая. Они сказали, что те коды случайные, лучшие случайных кодов, а мы не лучшие случайных на практике используем. Мы используем случайные, у которых специфическая структура циклов. Это для другого доклада тема. Дело в том, что нам нужно получить код этот, с хорошим кодовым расстоянием. Для чего нам нужно кодовым расстоянием? Чтобы он корректировал ошибки. Но вся беда, что нам еще нужно его мягко продекодировать. А чтобы мягко продекодировать, нужно маргинальные вероятности посчитать. Если у нас будет граф, ну вот этот код очень хороший, то у него вот эта проверочная матрица, помните, о которой я говорил, вот этот h, для которой я, собственно, искал эти кодовые слова. Мы же h на c равно 0 искали. Если кодовое расстояние хорошее, то оказывается очень много проверок в коде. Ну, единицы. Вам нужно, чтобы в коде было большое число проверок, чтобы кодовое расстояние получить. Что такое единицы с точки зрения двудольного графа, если мы будем мягко декодировать? Единицы – это циклы в графе. А нам нужно еще раз построить код, который мы могли бы с линейной сложностью продекодировать, с линейной сложностью от длины. Ну, в общем, у нас есть вторая задачка. Суть, которая заключается в чем? Нам нужно получить некоторый фактор граф вот этого кода h этой матрицы, чтобы у нее и кодовое расстояние было хорошее, и чтобы у него структура циклов была хорошая. А это две взаимноопратные задачи. Чем у вас лучше структура циклов, тем хуже кодовое расстояние. Ну, у вас когда получается дерево? Ну, вы можете в дерево граф превратить. Когда у вас минимальная корректирующая способность? Вот посмотрите, например, вот здесь. Вот матричка. Это у нас переменные, да? Какие-то. x1, x2, x3, да? Это у нас проверки. Так, сейчас давайте перерисую, сейчас покажу. В общем, нас интересуют на практике плохие коды. Я плохие не использую, а коды со специфической структурой. Очень. А. Они должны быть богаты автоморфизмами, чтобы нам при помощи сдвигового регистра их реализовывать. И b, сейчас покажу, что нам надо. Вот смотрите, это у нас x1, x2, x3, x4. Это у нас вот эта вот та проверочная матрица, о которой вот речь шла у нас. Мы можем с вами легко построить ее двудольный граф. Так, что там у нас получается? x1, x2, x3, x4. Это у нас факторы. Фактор 1 и фактор 2. Так, это у нас факторы. Что-то как-то я. И вот смотрите, у нас получается, смотрите, первый участвует в этом самом первом факторе, второй в первом факторе. Ну, тут такая, да, структура у нас. То есть все участвуют. Аналогично у нас все участвуют в втором факторе. У нас вот такой граф имеет очень плохую структуру циклов. Нам необходимо мягко продекодировать его. То есть нам нужно будет на практике посчитать маргинальные вероятности для каждого из вот этих переменных. Что такое маргинальные вероятности? Нам надо будет сумму сделать для всех переменных, за исключением, ну, вот ее, да, x1. Хотя представьте, у нас 120 тысяч таких переменных. То есть мы не можем это сделать. Что мы делаем? Мы запускаем belief propagation и пренебрегаем циклами в этом графе. То есть нам нужен h с богатым автоморфизмами, с хорошим кодовым расстоянием и еще специфической структурой циклов. В семействе этих кодов находятся плохие коды, которые хуже, нежели чем вот то, о чем в доказательстве сложности говорится. Ну, я сейчас покажу пример, собственно. Нет, известны примеры, вот некоторые примеры кодов, то есть решеток, базисов решеток, которые крайне сложные, но их немного известно. То есть вот, например, до размерности 24. Почему? Потому что такие решетки и такие коды достигают границы упаковки, плотной упаковки. Дело в том, что на самом деле у нас сложность поиска кратчайшего вектора, кратчайшего базиса зависит не только от размерности, а еще от структуры автоморфизмов. Это первое, но они нам так или иначе упрощают. И, что немаловажно, от плотности решетки. Что такое плотность у нас решетки? Это объем, получается, сферы равной половине кратчайшего минимума к объему фундаментального параллепипеда, который у нас получается. Вот какую область покрывает в данном случае решетка. И в случае наиплотнейших решеток, видите, у нас практически всегда все слова, которые мы будем перебирать, они вот здесь вот находятся, на границе сферы. И то, что мы с вами с рентгенгализованным базисом пытаемся работать, оно нам не дает ничего. Дальше мы пытаемся с вами какую-то область локализовать. А если у нас все на сфере, то они все, ну, это ничего не дает. Они практически равновероятны. Они не сокращаются под линию их нормы, близкие к друг другу. И, собственно, у нас не так много объектов, на которых можно померить качество решеток. Почему? Ну, как я уже сказал, смотрите, у нас наиплотнейшие решетки известны только для малых размерностей, а это можно и перебрать, да? В 2024-м не проблема перебрать. Но у нас есть очень хорошие объекты, нам очень помогает криптография. Дело в том, что в криптографии в 2003-м году нашли такой ансамбль решеток, которые предположительно являются близкими к наиплотнейшим. Идея такая, вы берете, строите базис вот такого вида, это опять наша единичная матрица, это некоторое простое число, там на него, правда, ограничения некоторые накладываются, и вы случайно равновероятно выбираете на отрезке от нуля до простое число минус один, числа, целое число, строите вот такой базис, и вот в этой работе показано с очень большой вероятностью, у нас оказывается, что соответствующие базис, соответствующие минимумы такой решетки примерно равны друг другу. То есть она, с одной стороны, богата автоморфизмом, и вот бешеная симметрия у нее получается. Вот. С другой стороны, получается, ее можно строить как-то. Ну, конструктивный способ есть построения, потому что экстремальные решетки их крайне тяжело искать, потому что это целая математическая задача. Вот. Так, сейчас покажу я все это дело. А, ну, я сейчас чуть дальше покажу. Ну, я думаю, вы схему Дынкина все знаете? Сейчас, сейчас. А, ну, тут идея такая. Смотрите, мы можем применять данную схему для того, чтобы описывать структуру автоморфизмов в алгебрическом объекте. А оказывается, что она же описывает ортеноголизованный базис решетки, соответствующей этой схеме. Ну, то есть, вот, ну, там по определению на главной диагонали у нас двойки находится, ну, валентность вот этой схемы. А вот эти житые координаты минус единица соответствует связи вот этой вот. У нас получается, смотрите, первый элемент связан со вторым, тут у нас минус единица становится, третий, например, связан со вторым, ну, и так далее по всем элементам. И у нас получается вот восьмой, восьмой элемент связан у нас с третьим элементом. Все. То есть, у нас оказывается, что, я что хочу сказать, что крайне тяжело описывать такие элементы. Но, к счастью, в некотором случае, вот для некоторых случаев у нас достаточно много представителей, оказывается. Ну, например, вот, поиск. Ну, это вот, я про другое уже, это была просто речь, меня спрашивали, а как тяжело находить сложные задачи для, вот, поиска кратчайшего базиса, кратчайшего вектора. Это для чего интересно? Это, например, если вы хотите какой-нибудь ключ сделать, вам же нужен какой-нибудь случайный ансамбль, вот, и нужно какое-то, например, знание специфическое, ну, как построить что-то, вот, эквивалентное этому случайному ансамблю. Вот. Как построить ключ для шифрования, грубо говоря? То есть вам нужно, чтобы семейство было их какое-то, нужен источник. И как тогда оценить сложность его? Потому что вам, с одной стороны, нельзя использовать объект, который, ну, с которым тяжело манипулировать, потому что Крейг Джентль предложил базис решеток для, гоморфного шифрования, но они там 40 гигабайт весили, 50 гигабайт, ну, это многое, ну, и с этим тяжело работать. Начали работать с циклическими структурами, ну, на кольце идеалов, какого многочлена, они оказались слабые. И то есть вот у вас либо слишком сложное что-то возникает, либо слишком слабое. А возникает вопрос, как что-то сделать вот посерединке. И вот получается, что для каких-то более-менее разумных размерностей у нас даже поиск крайне затруднен. Но еще раз вернусь, в данном случае, вот что вот та работа 2013 года показала? Она показала, что в Гольштейне-Майе очень много слабых, сейчас покажу, слабых решеток. Дело в том, что вот эти вот решетки, это были близкие к ним, это был ансамбль близкий, но 2478 все равно удалось привести в данном случае. Ну, еще что я хочу сказать, коды еще слабее. Те коды, которые мы сейчас используем на практике, оказываются еще слабее. Но если не брать короткие коды. Когда у нас есть короткий код, который применяется, например, в Deep Space, в космосе, и вам необходимо, ну, чтобы он, грубо говоря, сделал бешеную корректирующую способность, там очень сильные коды применяются, но у них малые размерности, потому что вот там получается 26-128 размерности, а больше почему не могут? Кодовое слово должно декодироваться, ну, хотя бы за полчаса, чтобы вы что-то получили. То есть они вот сейчас вот работают, следующее поколение связи для НАСА будет сделано, будет 512-26, то есть там будут недвоичные коды. Вот там уже можно что-то сделать, и то там атака получается, там тоже удается и кратчайший вектор найти, и слова малого веса. Почему, опять же, мы ищем коды плохие, мы ищем коды, которые с одной стороны имеют хорошее кодовое расстояние в классе, но имеют специфическую структуру циклов, которые не дают нам уж очень хорошие коды выбрать. Но это обусловлено тем, что мы хотим мягкое декодирование делать. То есть хотим взять вероятность с плавающей запятой или с квантованием этой плавающей запятой, например, на 8 бит, и считать маргиналы, маргинальные вероятности. Вот каждый из переменных. А, например, даже когда у вас 512 переменных, вы не можете честный расчет маргинальных вероятностей делать. Даже с учетом факторографа. Потому что у вас получается, вот вы на произведение раскладываете, у вас получаются суммы произведения, но все равно циклы у вас не дают термы разорвать, ну, факторизовать вероятности. Вот он, в факторографии. В общем, ладно, я теперь вернусь еще раз. Ну, в общем, идея какая? Я просто хотел описать всего того, что были открыты методы, некоторый общий фрейворк, общий подход, который позволяет огромное количество задач представлять как задачи поиска кратчайшего вектора и кратчайшего базиса. Ну, в том числе, например, это и САП. Мне кажется, тоже будет интересно, потому что я, насколько знаю, здесь компетенция очень сильная в этой области. Ну и вообще просто некоторые вопросы, потому что здесь занимаются теории сложности. И вот меня вот, например, это очень сильно беспокоит. Вот именно вот это утверждение, потому что оказывается, что на поверку у нас удается очень многие кодовые расстояния мерить. Причем очень часто мне говорили, что мне просто везет. Раз везет, два везет, три везет, но не бывает, что так постоянно везло. А когда уже это пошло в продукт, когда уже в железо это пошло, я вам сейчас покажу пример отчетов. Нам просто периодически компании шлют коды и просит померить их кодовое расстояние. В чем красота? Вы же черный ящик используете, вам все равно, собственно, как вы считаете, а проверить может любой человек. Просто умножить кодовое слово на проверочную матрицу, которую они дали, и получить нули. Вот. То есть, например, я вот сейчас покажу пример такой. Ну, это очень простой примерчик. Например, 2,80. Вот. Это сразу же говорит отчет. Это вот вектор, который у нас записан. Так. Ну, тут кратчайшие ощущения, но это полная неделя, а две недели. Две недели вычисления, примерно. То есть, уже до 40, собственно, схлопнулся. Давайте что-нибудь найдем еще. Это 2,80, 2,4. А, ну, вот, смотрите, по всей видимости. А, все, найден результат. Это у нас что? Ну, не, ну, это простая задачка. Это у нас получается 40. 2,40. То есть, вот он. Он все уже найден. То есть, что происходило? Вначале, смотрите, вот эти вот... Все по на сайте доступно, я, в принципе, ссылку дал. Вначале происходит что? Приведение базиса. Ну, триалы приведения базиса. Используется Ленстр, Ленстр, Лолос. Затем, ну, некоторая вариация блочного метода. Это, еще раз, это невероятный метод. Это точный метод. Мы используем. Вот. И что мы делаем? Пытаемся сделать какое-то определенное число триалов, пока не начнет... Базис перестает изменяться. Как только базис перестает изменяться, это значит, что, чтобы я не делал, мне нужно уже начинать полный перебор при помощи вот метода Каннона. То есть, ну, в сфере искать в данном случае. И я начинаю искать, собственно, в сфере. Вот. Я нашел вот такое вот слово малого веса. Может быть, оно является словом наименьшего веса. Но я не знаю это. Мне нужно это убедиться. Я начинаю, собственно, перебор. Идет перебор. То есть, я беру уже не 20, а беру 19, ну, на единицу меньше. И начинаю искать по всевозможным комбинациям. И, собственно, убеждаюсь, что нету. В результате перебора там по измерениям, вот. У меня оказывается, что в задачке, ну, нет такого решения. И вот, собственно, кодовое слово веса соответствующего. Причем, что хорошо, нам на самом деле на практике и не нужно, как я уже сказал, до кодового расстояния доходить. Нам очень часто нужно запустить алгоритм, дать, например, много инстанцев алгоритма и дать какой-то период времени. И если в течение этого времени величина опустится ниже определенной, ну, величины, мы просто его отбрасываем. Тут у нас есть пул кодов-кандидатов и мы просто отбрасываем их. В некотором случае, когда спорный вариант, мы его оставляем, просто он в очереди в последнем. И в случае чего мы его в последней очереди проверяем. То есть просто способ ранжирования кодов. Вот. Не более. Более всего это помогает для для варвеса, для низкоскоростных кодов, которые используются вот в связи пятого поколения, ну, пожалуй, все, потому что редко где еще применяется такая вещь. Потому что для больших длинных чаще всего с высокой вероятностью мы находим хорошие коды сразу же. То есть по построению. Ну, собственно, это, наверное, и все. Вот. Ну, еще раз говорю, самое интересное, что ожидалось бы, что, во-первых, посмотрите, как можно для Трисат это применить, потому что интересно, может быть, там что-то можно получить, а может и нет. Нет, надо смотреть. Еще раз говорю, дело в том, что всего я две публикации нашел. Одна публикация это немецкие лекции Клауса Шнора, а вторая это просто Джонатан Батчман, он в Германии находится в университете, у него, по-моему, одна из студенток написала обзор приложения. Все. Это вкусно указывает, либо никто это не нашел, либо ничего не получилось. Ну, потому что иначе бы написали бы. Трисатый есть же, наверное, контесты тоже? Нет, нету, нету. Контест... Не сравнивали вот ваш метод с другими, например, с отсолгерами? А я же еще сатт не занимался, я всегда этим самым код дистан уже занимался. Еще раз я просто говорю, что есть задача, никто просто вообще не брался писать, просто Шнур показал, что можно трисат, свести, вот к этой, все. Причем на немецком языке. То есть он написал на немецком, даже на английском не приводит? Нет, мы стали переводить. Нет, Шнур он всегда пишет статьи сначала на немецком, потом какая-нибудь Синдия Дворк из Майкрософта Рисотч приезжает, переводит все это в Стэнфорд, увозит. По своим авторствам? Нет, не по своим авторствам. Нет, нет, все нормально. Перевозит туда, и там кто-нибудь из профессоров начинает задачку давать кому-нибудь из либо аспирантов, либо постдоков. То есть вот такая схема. Вот так Крейга Джентри нашли. Крейг Джентри очень долго был программистом, ему это все надоело, а Шнур, какой-то из задачек, ну вот была задача Шнура, некоторые идеи, что можно построить что-то там, ну, пили в эту сторону. Он нашел вот этого, а, это был все-таки аспирант, я насколько помню, он пошел в аспирантуру к нему. Кто-то ему дал задачку, говорит, в общем, у меня три задачи нерешенных, фундаментальных, ну, людей нету просто. Вот тут то же самое было в МАТИ, когда вот Юрий Полянский эту границу для конечной длины сделал. То есть все бегали, в ВАРДе не было студентов, у ВАРДе были фундаментальные задачи, а руки не доходили. Появился студент, ну, он промежуточные результаты сделал, тот довел до конца все. Ну, это нормально. Вот. То есть еще раз, ну, тут я просто что хочу сказать? Вот вопрос следующий, меня что беспокоит по поводу сложности, то есть правильно ли все все вот это вот изложено. То, что оно работает, да, оно работает. Вот. А, ну, еще одну вещь не сказала. Дело в том, что, когда мы начинаем работать с наиплотнейшими решетками, у нас еще одна проблема возникает. У нас там, ну, полиномиальные или близкие к полиномиальному вызову, да, но у нас возникает требование к арифметике произвольной точности. Например, вдруг у нас оказывается, что базис ортенгализованный нужно записывать не в дубли, ну, получается, с 15 знаков, а, например, 64 знака десятичных точности. Понимаете, да? То есть, может быть, что просто точность для каких-то задач вызывает взрыв регистров, а взрыв регистров это уже увеличение памяти, потому что у нас нету, ну, например, там, я не знаю, там, 4 дубля, ну, быстро работающих по вычислениях. Так что вот это вот, ну, просто интересно, крайне интересно, что можно, что можно сделать и не противоречит ли это чему-то. Но, с другой стороны, еще раз, та оценка была асимптотическая. То есть, они сказали, что асимптотические ни с каким константным фактором нельзя сделать аппоксимацию кодового расстояния, то есть, более сильное утверждение. Может быть, все нормально, но просто вот как-то, например, 160 тысяч, это уже кажется, что это что-то такое большое, близкое к асимптотикам. Вот. Ну, все, пожалуй, вопросы будут. Да. Спасибо большое. Спасибо.